Девушки отдыхают Разве тебе не следует выполнить контракт за Маглира? Не могу поверить, что еще один переметнулся в эту банду Однако мы будем выполнять свои обязательства Мы не можем позволить себе подвести клиентов Вот твое вознаграждение за выполнение этого контракта Я думаю, пришло время нам обсудить компанию Черный Лес Они не были угрозой Небольшая группа наемников Пока Ризакар не взял бразды правления в свои руки Тогда к ним потекли жирные имперские контракты После операции в Чернотопье Они открыли контору в Леявине Они стали действовать жестоко Необходимо расследование Но сначала пора тебя повысить Твоя служба гильдии не прошла незамеченной С этого момента ты будешь носить звание защитника Носи его с гордостью У меня для тебя кое-что есть Но мы не будем обсуждать это здесь Встретимся в моем доме после захода солнца Тогда и поговорим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что значит? Продолжение следует... Продолжение следует... Я интересовался ими. Слышал тревожные вести. Мы знаем, что они представляют опасность для нас. И мы знаем, что они хорошо делают то, за что берутся. Продолжение следует... Велена стала совсем нерешительной после операции против Азани «Черное сердце». Она боится, что нас всех убьют, но нас и теперь убивают по одному. С этого задания все и началось. Это тогда убили Вителуса. Мы подписали контракт с магом Арготом. Нужно было забрать у «Черного сердца» артефакт. Я отправился туда с двадцатью людьми. Вернулся с пятью. Вителус не был одним из них. Он погиб, прикрывая наш отход. Я повыяснял тут. Вроде бы они выполнили тот контракт за нас. Я был там с двадцатью надежными людьми. Не верю, что эта банда выполнила ту работу. Есть еще кое-что. Аргот мертв, а артефакт пропал. Похоже, это было подстроено. Может, они договорились с «Черным сердцем»? Я не знаю, но я выясню это. Теперь нужно выяснить, что произошло на самом деле. Мы придадим это огласке. Я хочу показать людям, что есть компания «Черный лес». Я не могу приказать тебе идти со мной. Это опасно, и Велена ничего не должна знать об этом. Выбор за тобой. Мы отправимся в путь, как ты сможешь. Я хочу обследовать оплот Азани в Арпении. Встретимся в здании гильдии Леевина. И начнем наш поход оттуда. Пошли! Привет! Привет! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Приветствую тебя! Удалось тебе найти шлем червя или амулет некроманта? Карания предала гильдию? Я... я не понимаю. Она была одним из моих самых доверенных советников. Похоже, ситуация ухудшается с каждым днем. Я не знаю, чем все это может закончиться. Амулет, впрочем, в безопасности, хотя бы это хорошо. Спасибо тебе за это. Удалось тебе найти шлем червя? Ирлов мертв? Я пытался предупредить его. Я пытался сказать ему, что не стоит покидать университет и забирать шлем. Я положу шлем в надежное место в башне. Это самое меньшее, что я могу сделать для Ирлова. Спасибо тебе. Прежде чем мы продолжим, тебе следует переговорить с Раминусом Полусом о своем повышении в гильдии. И тебе всего наилучно. Для меня радость говорить с тобой. Теперь мы равны. Я посвящаю тебя в Мастера-волшебники. Это самое высокое звание, которое я могу присвоить тебе. Прими мои поздравления и мою благодарность. До свидания. Это ты. Привет. Время работает против нас. Наши враги становятся все сильнее. Так много предстоит сделать и так мало времени. Твое следующее задание крайне важно. До нас дошла информация, что в последнее время некроманты заняты созданием черных камней душ для своего хозяина. В особенности нас интересует уникальный черный камень душ, который был создан на юге Сиродила в руинах Силорна. Этот камень необходимо захватить и принести сюда до того, как он будет доставлен королю червей и использован против нас. Нет, он нужен мне. Я полагаю, он может помочь спасти нашу гильдию. Я объясню подробнее, когда ты вернешься с ним. А пока его нет, нет смысла и обсуждать это. Туда был отправлен отряд боевых магов. Ты будешь командовать их действиями от моего имени. Камень — это единственное, что имеет значение. Ты меня понимаешь? Как только он будет у тебя в руках, сразу же возвращайся сюда. Знай, что я всецело доверяю тебе. Я бы не поручил тебе это дело, если бы не чувствовал, что оно тебе по плечу. Теперь ступай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Как ты сегодня? Субтитры сделал DimaTorzok Как ты? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Приветствую, мастер-волшебник Рад встрече, член гильдии Как поживаешь? Тебя послал совет, так? Тебя послал траван? Только тебя? Одного мага? Это, конечно, поможет, но не сильно Мы все равно в меньшинстве Следуй за мной Я покажу тебе, с чем мы столкнулись Вот Вход в Силорн впереди Уже некоторое время С тех пор, как первоначальный план провалился Мы ведем наблюдение И пытаемся оставаться незамеченными Мы должны были штурмовать руины И захватить камень, находящийся у них Только мы не смогли На дверь оказались наложены какие-то чары Дверь закрыта Внутрь мы попасть никак не можем Тем самым нам приходится ждать, пока не выйдут оттуда Судя по активности, которую они проявляют Это должно быть уже скоро Мы должны быть готовы к моменту, когда они выйдут оттуда А когда они, наконец, появятся Мы должны напасть на них Это наш единственный шанс Поскольку мы не можем попасть внутрь Мы не знаем, какими силами они располагают И даже не знаем, есть ли у нас шанс справиться с ними Травин сказал, что приказы будешь отдавать ты Так что принимай командование Укажи, где нам встать Если бы я могла дать совет То предложила бы учесть при этом наши способности и предпочтения Но решать тебе Должна признать, я лучше владею топором Нежели магией Я работаю над изучением заклинаний Но все же чувствую себя лучше с оружием в руках Есть два удачных места Где можно притаиться Одно недалеко отсюда И еще одно ближе к входу Где мне встать? Хорошо, я иду Дай мне знать, когда все будут готовы К твоим услугам Что тебе требуется? Я могу драться как оружием, так и при помощи заклинаний Но я много работал последнее время над техникой исцеления Я преуспел Где я должен находиться? Ближе к входу или на отдаление? Я буду помогать тем, кто рядом Будет сделано Я постараюсь поддерживать здоровье отряда Я готова к бою Где мне нужно быть? Ну, мне всегда легко давалось изучение заклинаний Особенно масштабных Я очень точно направляю их Даже точнее, чем направляю меч Ты хочешь, чтобы я оставалась на отдалении Или притаилась рядом со входом? Хорошо Я уже в пути Хорошо, я готова Держи ушки на макушке Они могут появиться в любую минуту И не двигайся с места, пока не придет момент Не хотелось бы потерять наше преимущество До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Кто здесь? Применение здесь Было ошибкой Что это? Что это? Это, наверное, обман зрения Подбит börяня Держи штуку Держи штуку Капура Держи штуку Загина Загина Продолжение следует... 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 Я не могу в это поверить Мы выжили Милостью девяти Мы выжили Твои заслуги огромны, сыр рыцарь Твоей волей и волей девяти Часовня зенитара Выстояла против этого богохульника Сэр, я вручаю тебе мой меч Я желаю присоединиться к тебе Хочу способствовать восстановлению Ордена рыцарей девяти И победе над этим Уморилом Я могу лишь надеяться Что моя отвага и мужество Под стать твоим Это честь служить под твоим началом Позволь мне подобрать Более подходящее снаряжение Я скоро вернусь Я был уверен, что нас ждет Та же судьба, что и наших товарищей Ванвели Спасибо, сэр рыцарь Мы в долгу перед тобой До свидания Не могу поверить У тебя булава Эти ужасные Дейдра повержены Я... Я была не права Сомневаясь в тебе Прошу простить меня Удачного тебе дня Приветствую, гражданин Что я могу сделать для тебя? Удачного тебе дня Чем могу помочь Береги себя Приветствую Сэр рыцарь Слава Аркею Ты здесь У меня ужасные новости Сэр Родерик Думаю, он мертв Благородный рыцарь Как и ты Ищущий реликвии По велению пророка Я был его оруженосцем Я верил, что он избран богами Дабы найти их Поначалу все шло хорошо Он вознес молитвы У всех алтарей И получил видение Тревожное видение Тень сэра Беррика Говорила со мной Вот что он сказал Мы должны упокоить его Мы стали колесить Поколовьи Он у всех справлялся О старинной благородной семье Влиндролов Наконец он нашел То, что искал Мы отправились В пещеру Андерпал И там Он пал Да, я обязан ему жизнью Он схватился с призраком Лорда Влиндрола И велел мне бежать И Я так и сделал Знаю Я должен был остаться с ним Возможно, вместе Мы смогли бы уничтожить Это зло Он сказал Что могила Сэра Беррика Находится в пещере Андерпал На самом деле Это вовсе не пещера А погребенная крепость Он узнал Что сэр Беррик Был некогда Странствующим рыцарем Как мы Он нашел Поножи и меч Крестоносца Но затем Душа его Обратилась Козлу Сэр Родерик Надеялся найти Реликвии В могиле Сэра Беррика И нашел Но мы также Обнаружили Ужасного Стража Призрак Лорда Влиндрала Сэра Беррика Да, милорд И я принес тебе Сэр Родерик Велел мне Взять их Поножи Святую реликвию Они твои Призрак Он обернул его Против Сэра Родерика Не знаю Как зло Может использовать Святое оружие Но он Смог Он Закричал Когда ударил Прошу прощения Я помню Как Сэр Родерик Говорил что-то О мече Прежде чем Мы отправились В пещеру Андерпал Это может быть Важно Он был обеспокоен Тем, что меч Мог быть обращен Во зло Вероятно Его можно Вновь осветить На алтаре Его создателя Бога Аркея Это все Что я помню Надеюсь Это поможет Спасибо Сэр Рыцарь С твоего позволения Могу я попросить О милости Хотя и знаю Что недостоин Не примешь ли Меня В Рыцаре Девяти Я хочу Отдать всего Себя Искоренению Зла В этом мире Это мой Долг Перед Сэром Родериком Спасибо То есть Спасибо Сэр Рыцарь Я не подведу Дай мне Минутку Чтобы подыскать Вооружение И сопровожу Тебя в пещеру Андерпал Чтобы уничтожить Гнусного Призрака Я в твоем Распоряжении Сэр Рыцарем Конечно Конечно Извини Сэр Рыцарем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...